Всем привет, сегодня поговорим о связи между поколениями. Кто помнит мои ровесники, в советское время было очень популярно всевозможные капсулы, послания в будущее делать. Я участвовал в одном таком мероприятии, в закладке капсулы. Был какой-то юбилей очередной комсомола, вроде как 65 лет. Это было в Новосибирском электрохимическом институте, где я учился, в начале 80-х годов. Мы на торжественном собрании обсудили текст. Как обсудили, нам зачитали его. Там говорилось, что будущее поколение комсомольцев. Послание было, кажется, в 2019 год. Когда будет столетие комсомола и вот там студенты, комсомольцы 2019 года вскроют капсулу и прочитают, что им писали 30 лет назад, там больше 30 лет назад, студенты и комсомольцы. Я представляю, когда случайно при ремонте эту капсулу обнаружат, как они обалдеют. Там такие пожелания были, что у нас наша социалистическая родина, там мы комсомольцы, мы студенты, туда-сюда. Вы, наверное, уже при коммунизме там живете в 2019 году. Ну, что-то такое. Как понимаете, ценность вот такого послания, она абсолютно нулевая. Ну, бред какой-то. А я не хотел бы повторять ошибок. Вот, на ошибках учатся. Я научился. Поэтому обращаюсь к тем, кому сегодня до 35 до 40 с некоторым предложением послушать. Итак, жизнь человека, она, понятно, она делится на некоторые этапы. Детство и раннюю такую юность мы отбрасываем, а потом это молодость, которая продолжается, ну, скажем так, до 40 лет. А потом плата такое, это зрелость. Зрелость, молодость и так далее, и так далее. То есть, это такое лучшие годы. Вот лучшие годы, я про мужчин говорю, вот мои лучшие годы, это между 40 и 50 годами. Ну, то есть, ты себя чувствуешь и физически, и эмоционально, и так далее. Ты уже достаточно умный, ты еще достаточно сильный. Короче, весь мир у тебя под ногами и ты на вершине. творческом, на творческой вершине, на, так сказать, в своем, на деловой вершине и так далее, и так далее, и так далее. Потом, после 50 постепенно начинает, начинается процесс старения. Ты еще достаточно активен, достаточно бодр, достаточно весел. Ну, кто-то до 65, кто-то до 70, ну, потом уже начинается, наступает старость. И я прожил уже вот несколько этапов. То есть, у меня молодость была, была вот эта плата зрелости. И сейчас я, мне почти 60 лет, я живу на этапе вот постепенного старения. Я могу для себя самого вот сейчас сказать, что бы я изменил в молодости, чтобы моя вот эта старость была лучше. Или что я правильно сделал в молодости, что обеспечило мне вот какую-то, какую-то нормальную жизнь в старости. Если вам сейчас до 35 до 40 лет, может быть имеет смысл послушать, то бы вам имело смысл делать, как себя вести, что предпринимать и так далее, чтобы ваши годы жизни после 50, а это может оказаться полноценная третья часть жизни. То, вот эта третья часть жизни была комфортная, нормальная, счастливая, с меньшим количеством каких-то неприятностей. Кроме того, я думаю, что зрители, которые мои ровесники или постарше меня в комментариях добавят свои советы, свои рекомендации, свои мнения, свои пожелания. Итак, давайте начинаем. Первое, здоровье. Вопрос здоровья. То есть, пока вы молодой, у вас как бы этот вопрос особо ребром не стоит вообще. Да, вы там подтягиваетесь сколько-то раз, вы там бежите как конь. Можете там курить, вы можете там полбутылки водки или бутылку так вот взять и выпить. То есть, у вас все хорошо. Но все это начнет меняться после 50 лет. И очень многое зависит от того, как вы себе испортили здоровье в молодости. Вот если вы очень сильно постарались, то с последствием вы столкнетесь как раз вот в таком преклонном возрасте. И эти последствия могут быть крайне неприятными. Поэтому первое, курить. Если вы курите, бросайте. То есть, вот это самое вредное. Ну, я не говорю про наркотики. Мы тут нормальные люди. Мы это наркотики. Мы даже не обсуждаем даже. Это вообще что-то. Но если вы курите, прекращайте немедленно. Это очень-очень противная зараза, которая вам обойдется потом. Очень дорого. В любом случае, без исключения. Поэтому да, мы не курим. В отношении алкоголя. Пить. Ну, я и сейчас употребляю алкоголь. Но я употребляю вино, шампанское и так далее. И вам рекомендую. То есть, не бухайте. Вот это тоже то, помимо того, что прямой очевидный вред здоровью. Ну, печень и так далее, нервы, психика. Это может сильно обременить вашу биографию во всех других отношениях. И семейные, как будет складываться семейная жизнь. И ваши успехи в карьере, ваши успехи в бизнесе. То есть, ну, умеренно, умеренно употребляйте нормальные напитки, как бы без экстрима. А потом, в этом вашем молодом возрасте вы должны заниматься спортом. Чем-то вы по молодости, может быть, занимались, увлекались, даже достигали каких-то успехов. Но после 30 обязательно включайте аэробную нагрузку. Ну, то есть, это может быть там ходьба с палкой, может быть бег, вот какой-то джоггинг. То есть, это может быть какой-то серфинг. То есть, что-то активное и желательно именно аэробная нагрузка, которая укрепляет сердце, сосуды, дает вам тонус. При этом не перегружает организм. Вот это обязательно, это обязательно. Без этого у вас опять же потом будут некоторые проблемы. А здоровое питание, это надо всегда. То есть, вот обжорство, здоровый образ жизни в молодости позволит вам провести старость гораздо веселее и интереснее. Потому что вы не испортите себе по возможности ничего. И следующий пункт, про который молодые, как правило, забывают, это обследование. Возьмите себе за правило. После 30-ти вы, может быть не ежегодно, но раз в два года, это обязательно. Вот раз в два года проходите полное обследование. Сдавайте кровь на анализы, там по маркерам полностью все. Делайте или компьютерную томографию, или УЗИ всего организма. Есть УЗИ брюшной полости, УЗИ грудной клетки, эхография. Все, 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 все. Раз в два года обязательно делайте обследование, полноценное нормальное обследование. Если этого вы не будете делать, ну, большой процент, больше десяти процентов людей, они имеют какие-то неприятные заболевания потом. Они наступают. Просто так вот, так жизнь устроена. Заранее обнаружить, заранее предпринять что-то, заранее прооперироваться, заранее как-то изменить образ жизни, заранее начать пить какую-то вот такую терапию, которая бы компенсировала вот эти изменения. Это все возможно и это облегчит вам проблему. То есть проблема, она, если вам суждено, она неименуема, она будет. Ну, это может быть наследственное что-то, это может быть что-то связано вот с регионом, где вы проживаете. Это просто ваше индивидуальное. Значительный процент обречен получить какую-то проблему со здоровьем. Понимаете? Поэтому, если вы своевременно все это выявите, вот если вы заранее будете, да, у тебя есть склонность к кому-то, это все сейчас медицина очень сильно развита. Это все будет возможность скорректировать, у вас будет возможность коррекции, а поэтому не пренебрегайте. Сейчас пройти обследование это также небольшая проблема. Заплатите за это в конце концов, но это того стоит. Со здоровьем как бы мы определились. Теперь следующее саморазвитие. Вот чем можно заниматься в молодости и это будет гораздо легче, чем заниматься этим в более зрелом возрасте. Во-первых, язык. Учите язык, лучше два. Вот просто выучите английский обязательно, ну еще какой-нибудь. В молодости изучение языка гораздо проще. Вот гораздо проще. Потому что многие люди, которые после 50 начинают учить язык, они просто не могут, не в состоянии его выучить. Ну вот так. Это замечено, это описано в литературе. Да, в молодости языки учатся гораздо легче. Насколько он вам пригодится? Он вам 100% пригодится. Это может быть жизненная необходимость, если вы потом будете где-то жить в другой стране. Если вы будете много путешествовать, по работе придется общаться. Или же это будет просто приятное дополнение. Вы сможете смотреть фильмы на оригинале языка. Можете гулять по иностранным каналам и так далее. Но это в любом случае расширяет ваши возможности. Но делать это надо в молодости. Второй момент, это специальность, ваша работа. Вот смотрите, я поменял специальность по образованию радиоинженер. Но как-то получилось, что по своей специальности у меня не было хороших вариантов по распределению. Ну вообще. И я понял, что я ошибся со специальностью уже на втором курсе в институте. Я доучился, но потом у меня предоставилась возможность поменять профессию, стать программистом. Я ее воспользовался, с удовольствием поменял. Потом еще раз менял, когда я занялся бизнесом. И действительно приобрел навыки, необходимые для бизнесмена. Поэтому, пока вы молодой, у вас есть возможность определиться, может быть поменять специальность. Может быть освоить совсем другое. Может быть где-то отучиться. То есть, вот это решение надо принимать, пока вы молодой. То есть, вы подумаете, обеспечит ли ваша нынешняя специальность, ваша нынешняя профессия, обеспечит ли она вам сытую, довольную старость. Есть ли у нее какая-то перспектива. Не придется ли вам потом в 50 лет переучиваться на что-то. То есть, оцените, правильно ли вы сделали выбор в свое время в плане специальности, профессии. И если неправильно, то пока вы молодой, у вас есть возможность все поменять. Сейчас опять же с этим все достаточно просто. Люди учатся, меняют специальность, работают в другом месте и так далее. Дальше переходим к материальному миру. По молодости очень многие живут, сколько заработал, столько потратил. Просто люди живут в свое удовольствие. Это все хорошо, конечно. Но вот такая жизнь в свое удовольствие обычно ограничена по времени. Потом наступает такой период, что ваших заработков не хватает. Или вот ваши потребности как-то возросли, а материально вы не можете себя обеспечить. То есть, вы должны делать какие-то сбережения, во что-то инвестировать. Как-то строить свой финансовый, то есть, вам захотелось купить машину. Вот вы заработали первые деньги крупные, я знал таких, в 90-е годы таких море было. Живет с родителями в убогой панельной пятиэтажке и покупает дорогущую Ауди. И вот у него это Ауди, он на этой Ауди ездит. Человек сработал эмоциями. Вместо того, чтобы за эти же деньги можно было купить двухкомнатную квартиру. Вот человек вместо того, чтобы купить квартиру, съехать от родителей, он купил машину, которая постарела, разбилась и все. Через 5 лет от этой машины уже ничего толком не осталось. Вы должны как-то формировать свой нормальный образ жизни. То есть, да, это первые деньги, да, хочется как-то. Ну, годик погуляли, потом все. Потом вы должны четко планировать свои финансы. Обязательно делайте сбережения. То есть, есть много способов, в общем-то, надежного сбережения денег. Делайте, делайте. Это обязательно вам пригодится, рано или поздно. Если вы оглядываетесь по сторонам и вам все принципиально не нравится. У меня есть ролик на канале про то, что надо своевременно принимать решение об отъезде. То есть, если вы понимаете, что в стране какая-то не та сложилась обстановка, как бы перспективы нет, будет только хуже. Принимайте решение о смене местожительства. То есть, если мыслишки про эмиграцию у вас гуляют в вашей голове, не тяните, не затягивайте. Чем дальше, тем будет сложнее. Поэтому тоже прикиньте, посмотрите. Вам предстоит в этой стране жить вот сейчас, когда может быть вы как-то вот, да и клубы есть и все нормально, вы счастливы. Но вам в этой стране предстоит жить потом долго-долго-долго десятилетия. Все ли вас настолько устраивает или может быть где-то вам нравится или кажется, что там будет гораздо лучше. Обдумайте это, пока вы молодой. Потом это будет сделать очень трудно. И заключительный пункт моих таких пожеланий, мои капсулы, это семья. Вот смотрите, по молодости друзья, компании, там клубы, развлечения, все это хорошо. Потом постепенно, постепенно с возрастом друзья все, друзей будут, семьи, свои дела какие-то. Будет меньше общения, а тем более, когда на работе постепенно, так сказать, работа закончится, наступит пенсия. У вас будет все меньше и меньше общения. Вы просто, вы будете менее интересны окружающим. Ну, это объективно так. Это объективно так, у всех своя жизнь, все занимаются своими делами, а вы уже будете немножко не в теме. Вы уже, вы постепенно отходите, уходите из активной жизни. И вот если рядом с вами есть человек, с которым вам интересно, который вас поддерживает, с которым вы такая нормальная семья. Где есть доверие, где есть любовь, где есть нежные отношения друг к другу. Где есть кому, так сказать, стакан воды подать. Понимаете, это, ну, это большое богатство. Богатство, это, может быть, важнейший пункт из всех, которые я перечислял. Поэтому, пока вы молодой, определитесь. Определитесь, то есть, постройте семью. Если вы видите, что рядом с вами, ну, совсем не тот человек, что вы обшиблись в выборе как-то, ну, примите решение как-то, начните новую жизнь, новую семейную жизнь, может быть. Или же попытайтесь исправить отношения, попытайтесь как-то все это нормализовать, урегулировать. Потому что наличие семьи, вот, в преклонном возрасте, вот, после 50 лет, это очень важно. Это, ну, так сказать, недооценивать этого вообще, ну, никак нельзя. Поэтому по молодости у вас там гормоны в голове, у вас там, так сказать, и не только в голове, в разных местах гормоны там играют. Не допускайте развала семьи. Будьте в этом отношении очень внимательны и постарайтесь уже в молодости построить основы для своего пожилого возраста. Чтобы рядом с вами был человек, настоящий человек, который не предаст, с которым вы, так сказать, проживете свои преклонные годы. Вот так, я попрошу зрителей оставить свои комментарии, у кого есть что сказать, у кого есть что дополнить. Я думаю, что может быть кто-то один, молодой, это прочтет и бросит курить, например. Или помирится со своей второй половинкой, или поменяет профессию. И таким образом обеспечить себе в дальнейшем, в будущем некоторую более счастливую жизнь. Значит, ни я, ни вы со своими комментариями не сделали свое дело напрасно. Будем надеяться, что кто-то это посмотрит, послушает и использует в своей жизни. Пока, пока. Если видео понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, собраны, целеустремленны и успехов вам!